Ну а поехали. Игорь хочет нам рассказать о том, что за иероглиф он написал в РКУ. Следующая тема, которая у нас ждет, это иррациональные неравенства. Куда мы просто по ничести иррациональные, потому что КУ это рациональные числа, Р это реал-инвестивные. Или вещественные. И получается, я действительно безрационально катагируюся в одной. Иррациональные неравенства это те, в которых у нас присутствует какой-нибудь корень. Буток-позарный или пугитец, не очень важно. Изначально рассмотрим такой пример, как у нас P от X. Это обычная степеновая неравенства, которая у нас была на прошлой лекции. И к нему добавляется радикал R от X. Это, допустим, больше лекового неравенства. Как решать подобные неравенства? На самом деле, точно так же, только у нас нам нужно смотреть на знаки. У нас как бы радикалов все время больше нуля. Ну, типа корень есть там, кто-то неравенствует. Когда больше нуля, но нам нужно всегда... Больше ли, пожалуйста. Нам нужно всегда проверять то, что у нас P от X был больше нуля. Вот. Опять же, больше лекового неравенства. То есть, для того, чтобы схема, по которой мы решаем, вот такие вот неравенства. Мы решаем неравенство P от X с большей лекового неравенства. Мы это уже начали сделать передаемым интервалом. И дальше на какую-нибудь область, в которой принадлежит X, область решений, мы ее пересекаем с областью условия, которые у нас здесь стоят. Можно вопрос, что это у нас вообще? В принципе, аналии, ка. Ну, ка это просто какие-то назначения. Да. Это просто множество обозначается большими буквами. Это как R, это как минус. Нет, вот это и не. Можно отвечать именно такой, чтобы наводить премьер R, минус Q, да? Это не равенство. А, это просто? Да. Перед R, для кого-то повредить чуточки, мы указываем, что это спецоблазначение, так как ты умножишь пока чисто там числи селителями, например, R, чтобы не перепутать своей лекового членом график селизм. Ниже. Ну, и звучит не будет шептунно, это не чертая, просто заглавное, вот такая толстая. Так что, например, за мишень, еще раз помню, вот это, вот это. Вот так. А. Это не просто АК, мол, ЭК. И она пересекается с множеством решений, вот это вот уравнение, которое точно так же решается, как и P, M. То есть, у нас К пересекается с каким-то множеством, не знаю, пусть будет M. Где M это решение в этот уравнение. Но, собственно, ничего сложного тут нет. Давайте разберем пример для наглядности. У нас есть такой пример. опять, мы тут видим, у нас есть отдельный радикал и отдельный линейный наш маращер. Ну, не линейный, а просто наш маращер. Мы сначала начнем с того, что решим неразь на виде X-3, но она, на самом деле, решается просто, вообще нужно ЗМИ пересывать, но это у нас от минус бесконечности до минус 5, обезьянная от двойки до плюс бесконечности. Вот, теперь дальше мы смотрим на наш радикал. Для того, чтобы оно было верным, необходимо, чтобы X плюс 2 было бы больше 0. То есть у нас X больше, а и пробрать, чем минус 2. Пересечение вот этих условий нам дает ответ, что X перенадлежит от 3 до плюс бесконечности. Потому что, ну вот, если мы посмотрим на числовую ось, у нас вот минус 5, 3 и минус 2. Обычно наш маращер дал водохот колесное решение, но наши дополнительные условия при радикале долгом на водохот. И пересечение у нас как раз от 3 до плюс бесконечности. Вопросы? Ладно. Дальше у нас есть еще второй вариант. Ну, просто другой тип задач на иррациональное неравенство, это когда мы берем 2 радикал, ну, сумма радикалов. Например, это X плюс 1 минус корень из 9 минус X. Для того, чтобы решать подобные неравенства, необходимо сделать так, чтобы у вас с обеих частях знаки были плюс, типа радикалы складывались. Это нам дает условие на то, что у нас с обеих частей точно положительные числа. Дальше в этих неравенствах очень важно следить за ЛДЦ. То есть, чтобы их решать, необходимо возводить их квадрат, но просто так нельзя возводить их квадрат. То есть, например, для того, чтобы решить это уравнение, всегда нужно следить, чтобы у вас в подкоренном уравнении было больше нуля. В данном случае это X51. больше, чем корень из 2X минус 1, плюс корень, ну, а то мы переносим 9 минус корень из 9 минус X вправо. 9 минус. А дальше мы возводим квадрат. ГОВОРИЯ МОЛЬЯНСКИ ПОЖЕЛИЯ НЕ ВИЗГ КАНСКИ ПОЖЕЛИЯ НЕ ВИЗГ КАНСКИ ВИЗГ КАНСКИ и дальше какие условия нам еще нужно поставить для того чтобы у нас было необходимо чтобы у нас дальше еще как вам нужно вот видите мы здесь записали то есть у нас например больше существует то что 2x минус 12 и 1x одновременно будет меньше нуля а то есть нам дополнительно нужны условия то что одна из скобок больше нуля именно одна потому что если 2 то это уже излишне лишь лишнее условие то есть допустим у нас 9 минус 6 вот дальше мы потому что у тебя стоит под корнем у тебя произведение 2x минус 12 на 9 минус 6 она уже больше нуля потому что корень есть если мы его уберем если мы его уберем это нужно писать вот из-за того что на у тебя больше нуля она у тебя две скобки 1 минус знаков дели по две полосы свиньи по две тысячи то есть когда мы уже говорим если мы не говорим что у нас нужно было 9 минус 6 то есть у нас будет больше x меньше 9 и меньше 15 их меньше 6 и меньше 6 и меньше 6 то есть у нас мы можем попасть между меньше 9 и меньше 6 и то мы будем еще раз вот у вас есть скобка она стоит под корнем если она стоит под корнем то она уже положительно по определению просто да поэтому вот эти вот условия его ограничивают почему все три я говорю еще одна отличная условия потому что вот это вот у тебя положительно она под корнем если на положительное это защитили банк где 3-3 скобки либо две положительные скобки то есть нам нужно чтобы хотя бы она была положительной мы не можем попасть в этот промежуток потому что хотя по определению это положительно нет тогда она просто не будет иметь смысл а так все равно что по знаменателям как быть сделал это нужно а потом же смотреть по этому кормлю то если Я понимаю, что если мы дорешаем длинное уравнение, у нас получится поменьше, и там уже с него будет, мне кажется, может виднее, где будет задальше или нет. Я тут не пишу, я пишу равносильный переход, равносильный переход, но все в порядке. Для того, чтобы прижить, то есть у нас два резко потерять. Не потерять, а не терять. Натянул. Да. Я утверждаю, что оно все будет. нам пока ничего не нужно брать потому что пока у нас все в порядке но когда мы еще раз будем освободить квадрат тогда уже нужно освободить я же говорю потому что это будет лишнее условие мы же изначально здесь вот не пишем откуда мне известно что это будет лишнее условие это не лишнее я говорю потому что мы решаем методом если есть корень то корень это существует ничего писать не надо если мы добавляемся от корня то как бы нужно написать какое-то условие ограничивое изначально я говорю потому что мы решаем методом равносильных переходов если переходы равносильные значит все в порядке а ты будешь сделать а ты будешь сделать а ты будешь сделать нет ну я могу ее описать но одессе это дело у нас у нас я понимаю что ты не умеешь просто оно потом все в порядке будет но переход то равносильный но переход то равносильный ну ты дорисовал что равносильный а переход равносильный я уже объяснил почему равносильный потому что нужно послушать так дальше у нас на той стороне на левой стороне доски сделаем методом оно почти ничем не отличается кроме того что дополнительные условия с собой пускают вот как бы решение этого не особо меняется а у нас минус минус 3 4 4 меньше 2 x минус 12 на 9 минус дальше у нас сокращаем на 2 и возьмем в квадрат 2 часа что это твой да это твой 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 Это вот у меня спрашивали уже, тоже я говорил, там не надо писать никакого ОДЗ, потому что когда мы возводим квадрат, с одной стороны, будет заведомо положительное число. Было такое, да, в практике. Поэтому ОДЗ можно не писать. Ну а тут там на арку, чтобы было составлять. Ты вкладах возводишь. Зачем там знаками? Да. Как хотелось. 12, да, 108. 12, да, 108. 108 пополам, 54, минус 2, плюс 52. Это у нас должно быть меньше меня. Ну вот я здесь пополам перенес в эту сторону. Точнее на полу. А нет, плюс 2, да, согласен. Плюс 2. Вот, 56. А тут моя интуиция подсказывает, что корни у нас 7 и 8. То есть, х принадлежит от... до 8. Вот. Как бы в наш отзыв это попало. мы решили, на самом деле, на самом деле, это все, что вам нужно было по иерациональному металлу. Дальше он прийти. Вот. Дальше по поводу вот этих условий. У вас... Вот есть вот это уравнение. Мы переносим все в одну сторону. У нас... Точнее, мы отделяем... Далее все. Поленом. Б от х. Все, что они содержат корни. И, в общем... Вот это вот наша скобочка. Ну, пусть бы... Ну, там от 2 разлили, пусть бы х на 6 на д минус х. Вот. Дальше. Что с этим делать? При возведении квадрат у вас будет p квадрат х. p квадрат х всегда больше нуля. Из этого следует то, что у вас х минус 6 на 9 минус х всегда будет больше нуля, когда мы будем решать. То есть, нам как бы не нужно писать то, что у нас и это больше нуля, и это больше нуля. Нам хватает одного условия. То, что у нас это больше нуля уже заведом. Поэтому, может, хотя бы от нас сколько было больше нуля. До 18 на 6 на 8. Ну, перед этим, я не знаю, что это не страшно. Если х нулевое решение не этого, то х нулевое минус 6 на 9 минус х нулевое больше нуля. Если оно больше нуля, то оно больше нуля. В общем, нужно за батарею часть есть. То есть, решение подобного направления это просто одз, которое здесь получается. То есть, нам не подняло только, чтобы у нас х минус 6 на 9 минус х было больше нуля. С рациональными иррациональными понятно? Да. Что делать, да? Вот смотрите, у нас сколько еще времени осталось? Ну, я вам еще подготовил, я могу вам рассказать про транстиральность. Иррациональными? Не, они не иррациональны, они вообще другие. Это просто штука очень интересная. Возможно, кому-то даже будет полезно. Спасибо. Возможно, мы сейчас с вами все вернемся к вам. Спасибо. Поехали. Спасибо. 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 допустим у нас есть два упорядоченных причем необходимо чтобы они еще и равны были просто трансференция согласится о том что у нас будет всегда больше либо равно чем либо перестановка допустим мы берем и сейчас вот так и это да у нас и равна единицы по отец выбирать с таким образом то что у нас и не равна идет вот она всегда будет больше чем такая перестановка и меньше ли про нашим обратно обратно порядочные наборы обратно порядочные наборы в данном случае это будет xn и 1 плюс xn минус 1 и 2 плюс так далее плюс x1 и 10 вот такое интересное и 2 нет дальше как такого принципе не надо доказать доказывается но по методу в общем у нас есть база база например проверяем для для запишет записываем наше метод математической больше либо равно чем мы переносим все в одну сторону и приводим у нас выходит x1 y1 минус y2 плюс выносим x2 на y2 минус x1 больше либо равно 0 дальше где ну да ну да это написано то есть у нас x1 и x2 написано или x1 кодом или x2 и x2 и x2 на сайте на это на сайте ну можно Да, ладно, если хотим, можно вот так и написать вообще, как вы сочините имя. Да. Можно еще раз объяснить, что это не только, что это все, как 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 это все. Ну, мы берем сумму любой перестановки. Перестановки – это мы поставляем по очереди x1, x2, x3 и так далее до xn. А в произведении мы берем любую перестановку вот этого набора – y1, y2 и так далее, y. Намажешь, чтобы оно не совпадало. Хотя, если оно совпадает, значит, просто настроенство будет. Дальше опять переводим по подобному. У нас будет x1 минус x2 на y1 минус y2 больше 1. Ну, и перевернем просто x2 минус x1 на y2 минус y1 больше 1. У нас, по нашему слову, x1 минус x2, значит, у нас x2 минус x1 больше 0. Ну, больше либо равно 0. Даже строк, но не важно. y1 минус y2 минус y1 больше 0. Значит, и все произведение у нас тоже больше 0. То есть, хорошо, мы вас доказали. Надо начало доказательства, конечно, доказательства. Ну, треугольники – это у физиков, у математика – квадратики. Дальше у нас идет приход. Не, разницы вообще никакой. Унификации? Ну, если вы физики, то пишите треугольники. Если вы математика, то пишите квадратики. А мы их думаем. Нет, это не одно и то. Короче, что вы хотите. Нет, еще один будет. Ладно, еще две. Еще два. Дальше. Что значит переход? Это значит, что мы переходим от от какого-нибудь значения n равного k к значению n равного k плюс 1. В чем суть? Почему, если мы докажем переход, то мы можем утверждать, что мы доказали полностью вот этот неразвитый х. То есть, этим переходом, если мы доказательства для двух, то по переходу для трех тоже верно. Если доказательства для трех, то по переходу для четырех верно. И так далее, до бесконечности. А может, вы только полотенцами не понимаете? Мм? Что? А если кто-нибудь делает этот трех верно? Ну, у тебя какая-то порядковая номер. А, все. А вы... Чего не нужно порядковая номер? Я, например, на атаку не знаю. Словом, ничего запишет не то, что... Можно касать просто две группы. Н является один. Ничего важно, что у нас есть получительность всех чисел. То, что у нас два набора, они состоят из получительных чисел. Иначе это будет абсолютно неверно. Дальше переход. Допустим, мы доказали для n равна k. Доказывает, что у нас концентральность будет верной для n равна k плюс 1. Мы берем набор. а и а а и и дальше мы берем и представляем любые два два числа для простоты это будет то же первые числа 1 и 2 и 2 просто я местами x1 в принципе чтобы нерамство выполнялось для того просто необходимо чтобы у нас x1 и 1 x1 и 1 x1 и 1 мы как бы ничего не меняли только два слага мы сами поменяли дальше очевидно то что у нас эти две суммы они одинаковые в частях и право и вверх а вот это мы уже доказывали в базе мы уже доказали то что у нас выполняется значит если мы делаем одну перестановку то у нас не раньше будет выполняться если мы будем делать вторую перестановку просто сравниваем вот этот набор и вторую перестановку которую мы сделали и она будет делать точно так же как этот переход и так получается для каждых наборов мы доказали то что у нас одно монотонный два набора для трансферальства оно больше чем любая значит то что у нас и x1 и или к 1 они упорядочены просто от меньшего к большему типа может они разными упорядочены это значит то что x1 на форекс все порядочно от меньшего к большему а их их от большего к меньшему и наоборот вот а там нам важно чтобы они просто либо оба от большего к меньшему либо оба от меньшего к большему в общем вы не поверите но мы доказали вот это вот что для того чтобы доказать то что если у нас они разными монотонные противоположные порядочные то доказывается все то же самое вот просто там знак меняется это в принципе не очень интересно можете дома сами потом попробуйте доказать дальше в общем что дает нам это наседанство то есть неравенство нам дает путь к сильным неравенствам например есть такое неравенство неравенство каши буньяковского шварца в сокращается как кабошон вот но в Европе в Америке там везде обычно говорят каши шварца то есть буньяковского не всегда произносит в общем неравенство кабошон берутся опять два набора а и а и и и и и и и и Спасибо. То, что у нас сумма квадратов из набора А умножить на сумму квадратов из набора В всегда больше, чем квадрат суммы из А1В1, А2В2 и А2В2. Причем, опять же, очень важные условия, что у нас числа не отрицательные. Как это доказывается? Сейчас. А мы о корне выносим? То есть берем корень из А1. Давайте будем знакомиться со значками суммы. Здесь А и Т по Н в квадрате. И равно 1. Множить на сумму из А1В2 и А1В2. Вот это вот у нас больше равнов, чем сумма из А1В2 и А1В2. Дальше. Дальше. На вот эту штуку мы как раз будем записывать третий раз. Возьмем 2, А1В2 и А1В2. И А1В2. И А1В2. Вот. Это меньше или равно, чем... Ну... А... А... А1В2. А1В3. А1В3. А3В3. у нас первого набора были такие вот а следующий который у нас будет а а и а и а и а и где вот здесь вот вот смотрите очевидно то что у нас два одинаковых набора они два одинаково упорядочены если они два одинаково упорядочены значится они являются в трансляциях самым большим набор то есть поэтому тут больше дальше это меньше чем сумма а и я и я вот это а сейчас начинать по моменту слова непонятно вот это мы просто корень вынесли то есть мы из этого взяли корень я просто объясняю почему вот это вот запись она возможно смотрите если мы перемножаем раскрываем скобки у нас же может быть такое что 1 квадрата умножается на 2 квадрата почему вот эта запись правильно почему вот мне это не было понятно да короче индексы пробегают отдельно в каждый вот дальше и и и и и и Два суммы. Два суммы. Два сумма. посмотрите я перенес влево она принесла с минусом и как бы у нас сумма значков суммы у нас еще и индексы одинаковых одинаковое количество значит можно все под один значок минус 2 это у нас должно быть больше левого нуля вот это у нас меняется сумма и равно и и равно вопрос понятно что нас сумма квадратов больше либо нуля потом мы поделимся но она друг из друга не следует но она теперь мы домножаем на вот этот корень и делим на вот этот корень который мы сумма а в квадрате плюс на него нужно помножить из это сумма он взял намеренно он взял намеренно Продолжение следует... 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 А и вы меньше либо равно, чем, смотрите, если мы эту скорбку делим на 2, то значит она больше либо равна единице. А если мы умножаем число больше либо равна единице на вот этот радикал, то типа оно еще сильнее. Получается у нас это радикал, сумма на сумму из генитов. А вот это вот то, что было здесь. То есть таким образом мы и доказали неравиство Каши Буняковского Шварца. Примеры? Ну они примерно все одинаковые. Я не смог найти ничего адекватного. Вот. Есть очень много обобщений. Да, давайте заканчивать. Вот. Вот.